Я приветствую всех радиоуслушателей, которые находятся на волне 89.1 FM. И сегодня у нас специальный выпуск программы. В прямом эфире с нами будет Эмине Джапарова, первый заместитель министра страны дел Украины. Здравствуйте, Эмине. Здравствуйте, Мишалом Алейхим. Туда раба или спасибо. Я сразу хочу сказать, во-первых, вам спасибо за то, что вы согласились дать интервью в это тяжелое время и для Украины, и в том числе для вашего ведомства. И если вдруг будет воздушная тревога или угроза, разумеется, вы просто даже не предупреждая можете встать и перейти в бомбоубежище. Мы поймем, мы уже это все прошли, проходим и знаем. Я сразу с вами хочу поговорить об одном из ключевых направлений и для победы в Украине, и вообще для, скажем так, развития дальнейшей ситуации. Это отношения с Китаем, и я знаю, что, скажем так, Россия обращалась за помощью Китайской Народной Республики, и, может быть, даже это единственный партнер, который может как-то им помочь. Но вот вчера CNN сообщила, что с момента разговора Джо Байдена с Си Цзиньпином Китай не поставляет оружие и не помогает в военном плане России. Вы можете это прокомментировать или, может быть, даже подтвердить? Конечно, прокомментировать я могу. Действительно, мы очень наблюдали за переговорами, которые ведутся на уровне Штаты и Китай. Стратегическое партнерство для Украины и, с одной и с другой стороны, страной для нас, конечно, очень важный элемент нашей внешней политики. И для нас эти переговоры, их исход, их результат крайне важен с точки зрения, во-первых, стратегического партнерства с каждой из стран и плюс тех военных действий, которые сегодня Российская Федерация совершает в отношении моей страны и тех преступлений, которые Российская Федерация совершает против украинских людей. По результатам я не смогу сказать все и все детали того, что есть. Но однозначно, помните, когда Владимир Путин только-только говорил о, ну, так скажем, шантажируя весь мир, о ядерной триаде своей. Так вот, одной из первых стран тогда, которая публично высказалась на этот счет, был Китай. Это страна, которая традиционно наблюдает и, как правило, не всегда публично комментирует подобные вещи. Так вот, это заявление Китая было, если транслировать его с дипломатического языка, очень важным публичным заявлением, что это неприемлемый дискурс Российской Федерации. И те разговоры, и те переговоры, которые американцы с китайцами имели, они на сегодня, с нашей точки зрения, достаточно результативны по тем задачам, которые ставились. Плюс Джо Байден будет совершать европейское турне, Брюссель, Варшава. Мы тоже будем очень активно отслеживать эти все встречи, одна из которых в рамках НАТО. Это для того, чтобы укрепить западный фланг НАТО от возможной дальнейшей агрессии Российской Федерации. Ибо наверняка не секрет для всех нас, что мы понимаем, что Российская Федерация в своих аппетитах может увеличиваться. Мне лично, это мой такой персональный анализ, знаете, ситуация сегодня напоминает ситуацию в преддверии Второй мировой войны, когда был аншлюз Австрии, и когда была аннексия судет у Чехословакии, и когда западный мир пытался найти формулу, как так успокоить Гитлера, и всем казалось, что оттяпов эти куски земли Гитлер успокоится, но это лишь только была отсрочка военных действий и глобальной войны, мировой войны, особенно заключение договора в Мюнхене в 1938 году. Так вот, мне кажется, что мы сейчас находимся где-то в очень похожей ситуации. А сейчас даже не только современный период, а если мы вспомним 2014 год, когда произошла оккупация Крыма, потом война на Донбассе, так вот, Крым и Донбасс — это Австрия и судеты Гитлера, а Крым и Донбасс — это то же самое, что для Гитлера было, и это как бы такая путинская авантюра, которая стала возможной, и мне кажется, что наша невозможность дать отпор так, как нужно было его дать, она спровоцировала войну сегодня здесь полномасштабную на всей территории Украины, и наверняка в случае, если мы не будем способны это остановить так или иначе, военный сценарий может разрастаться, это мой анализ ситуации. Да, это практически вызвало ощущение безнаказанности у российского руководства и поведение гопника, если ударили здесь, можно ударить еще раз, и ничего за это не будет. И, кстати, аналогия с судетами с вами согласна. Я помню, что я читал, Гитлер как раз успокаивал всех, что вот мы обеспечим безопасность немцев в судетах, и все будет спокойно и хорошо. Ну, мы знаем, чем закончилась в конечном итоге все его обещания, вся эта война. Но я, завершая тему Китая, хочу спросить, в Киеве действительно ожидают телефонного разговора с лидером Китайской Народной Республики и президентом Украины Владимира Зеленского? Мне сложно комментировать, потому что я тоже не обладаю всем спектром деталей информации. Конечно, такие разговоры для президента Зеленского, который проводит очень активную телефонную дипломатию сейчас, они важны, но, насколько мне известно, подтверждений о таких возможностях пока еще нет. Тогда я хочу спросить о переговорах с российской стороной. На сегодняшний день на каком этапе они находятся? И есть ли хоть что-то, что может дать индикацию на то, что, скажем так, они сдвигаются с мертвой точки? Знаете, переговоры – это, наверное, самый чувствительный и сложный вопрос. В то время, когда миллионы украинцев сегодня находятся, ну, по сути, на грани гуманитарной катастрофы, смотрите, уже 10 миллионов людей, они стали либо внутренне перемещенными лицами, либо беженцами. То есть 3 миллиона людей уже выехали за пределы страны, 7 миллионов людей переехали из мест своего обитания в другие города, районы и регионы. И уже гуманитарная катастрофа сложнейшая во многих оккупированных городах, таких, например, как Мариуполь. Мариуполь – это город на Азове, 400 тысяч населения. Мне рассказывали, что детей хоронят в огородах, потому что сегодня мы не можем даже оценить эти следствия катастрофы, ибо мы не понимаем, сколько людей погибло, потому что у них нет доступа к воде, к еде, к каким-то очень базовым нуждам человека. И это делается умышленно. Российская Федерация, она, по сути, вот тут можно проводить параллели с фашистской Германией, как блокада Ленинграда, вот то же самое блокады Мариуполя сегодня. И когда наблюдаешь за такими событиями, конечно, переговоры, они чувствительны, потому что мы хотим мира, потому что, мне кажется, логично, что страна, которая не провоцировала войну, страна, которая стала жертвой этой войны, хочет найти способ выхода из той ситуации, когда миллионы украинцев на грани жизни и смерти, когда сегодня ни в одном уголке моей страны невозможно чувствовать себя в безопасности. Я, например, просыпаюсь утром, но помимо того, что мы много раз спускаемся под землю, пересиживаем часами возможные бомбежки, а вот когда ты ложишься спать и не понимаешь, проснешься ты или не проснешься, или когда ты просыпаешься, в первую очередь ты тянешься к телефону, смотришь в мессенджер, когда твои родные и близкие были онлайн и на связи. И много таких вот моментов, которые психике очень сложно осознать. Конечно, мы ищем способы, как с помощью дипломатии решить вопрос войны. Но тут нужно понимать, что Российская Федерация, страна, которая напала и по сути не имела на то никаких причин, мы называем это unprovoked, не спровоцированная война. Вот этот вопрос, насколько российская сторона хочет вообще этого мира, насколько она заинтересована, потому что классика российской дипломатии, то, что мы видели по Минским соглашениям, по работе трехсторонной контактной группы, по Нормандии, по всем форматам, которые у нас были по Донбассу, это вот так. Либо мы должны были сделать так, как они это видят и хотят, либо никак по-другому. Блокировался обмен политзаключенными, блокировались решения всех гуманитарных вопросов. И то же самое, та же самая аналогия сегодня. То есть есть некий фрейм, есть некие пункты, которые Российская Федерация выставила как условия. Двигаться в своей позиции, в своем видении Российская Федерация, очевидно, не хочет. Переговоры в Анталии начинающиеся, на сегодня это два трека. Это при последничестве Турецкой Республики уже было несколько встреч, первая из которых министр Лавров, министр Кулеба, при последничестве министра Чавушеглу провели встречу в начале марта в Анталии. Потом министр Чавушеглу, такой челночной дипломатии, съездил в Москву к Лаврову, потом во Львов к Кулебе. Эти переговоры имели несколько задач, в том числе решение гуманитарных вопросов, но эти коридоры, которые проговариваются, они работают только частично. Например, вопрос Мариуполя, он никак не сдвинулся с места. И также, если мы берем другой трек, Беларусь, так называемый трек Беларуси, сегодня эти переговоры проходят в онлайн формате, потому что логистика очень сложная. Так вот там тоже есть, скажем так, несколько блоков вопросов, и в некоторых вопросах есть принципиальная позиция. Самый сложный вопрос территориальной целостности. Украина четко говорит, что невозможно торговаться, когда речь идет о международном праве. Здесь невозможно искать компромисс за счет какой-то, за счет Украины, очевидно, потому что иначе нарушается сама логика вообще мирового правопорядка. И, конечно, Российская Федерация тут занимает свою абсолютно, мне кажется, я не побоюсь этого слова, тупую такую, в том смысле, болт, да, очень-очень, ну, позицию, или ты делаешь так, как она это видит, Российская Федерация, или это вообще никак не происходит. Поэтому опять резюмируя, вопрос переговоров сложный. Потенциал переговоров, он все еще есть, мы его вовлекаем, мы его пытаемся исчерпать максимально в меру возможностей, но позиция Российской Федерации, она, мягко говоря, неконструктивна. И мы то, что наблюдаем сегодня в Украине, когда, по сути, используются ракеты, когда пытаются отсечь нас от моря, то, что в Мариуполе, да, заминировано более 80 тысяч квадратных километров уже территории Украины, когда множество городов уже оккупировано, например, в Херсонской области, в Херсоне уже пытаются создать Народную республику Херсона, да, то есть все по трафарету, такому, как это начиналось в 2014 году, когда мэров городов принуждают сдаться, когда людей и бизнес местные пытаются уже заставлять посевы проводить, а иначе у них заберут имущество или землю. То есть это все вот наблюдаешь и понимаешь, что во время того, как идут переговоры, Российская Федерация продолжает осуществлять свои преступления против человечества, преступления против моей страны. Ну и напоследок скажу одно, смотрите, мне кажется, тут можно, и те, кто нас слышит, сделают свои выводы. Самая авторитетная судебная площадка, это Международный суд ООН. После агрессии 2014 года Украина подала иск Украина против России по двум конвенциям. Это финансирование терроризма, это трек Донбасса, когда мы считаем и настаиваем на том, что Российская Федерация фактически финансирует эту войну, координирует ее и нарушает эту конвенцию, и конвенция по ликвидации всех форм расовой дискриминации. Это крымский трек, когда мы считаем, что своими действиями Российская Федерация пытается уничтожить крымск-катарскую и украинскую идентичность. Так вот, после того, как мы подали этот иск, было обязательно для выполнения промежуточного решения этого суда, например, дать доступ детям в туму к украинскому образованию или восстановить деятельность из Катарского межриса. Это орган самоуправления коренного народа Украины. Российская Федерация проигнорировала это решение. После событий до 4 февраля Украина подала еще один иск по конвенции о геноциде, потому что мы считаем, что Российская Федерация, пытаясь прикрыть свое преступление как будто бы борьбой с геноцидом, она манипулирует самим пониманием геноцида. Когда мы говорим о геноциде, тут вспоминаются самые трагические события, такие как Холокост, как Голодомор, как депортация и многие другие. Российская Федерация пытается прикрыть преступления очень сакральными, я бы сказала, и очень чувствительными вещами. И вот было решение Международного суда ООН о том, что Российская Федерация должна немедленно остановить свои военные действия и вывести свои войска. Российская Федерация в присущей ей болт, вот такой тупой, это такой дословный, буквальный перевод этого слова английского в манере, заявила, что она не собирается исполнять эти решения. Это вот все, что нам нужно знать о Российской Федерации как стране, как партнере, с которой договариваться, наверное, уже сложно, невозможно. И мы всем нашим партнерам говорим, что танцевать танго с агрессором не всегда правильный путь, и что агрессия, она должна иметь ответ, потому что, если она не имеет этот ответ, она всегда увеличивается в пространстве. И это вопрос, который должен задавать себе все в столицах всех стран, в том числе в Иерусалиме, в том числе в Тель-Авиве, в том числе во многих других странах и столицах этих стран. Да, мы сейчас, кстати, поговорим и об Иерусалиме. Я только хочу по поводу переговоров спросить вас вот о чем. Вот я с вами полностью согласен, что логика нарушена, и сложно вообще понять, чего они хотят. Скорее всего, они даже сами, наверное, не знают. Не думаете ли вы, что вообще эти переговоры со стороны Российской Федерации фикция и, ну, не затяжка времени, а, скажем так, отвлечение внимания от того, чтобы пытаться достигнуть каких-то военных своих задач, целей? Конечно, наши военные говорят об этом открыто. Это публичная информация о том, что Российская Федерация в то время, как идут переговоры, пытается перегруппировировать свои позиции, свои силы. Тут ведь тоже не секрет. Изначально Российская Федерация пыталась совершить блицкрик, то есть три дня отводили на захват украинской территории, на сдачу Киева, на обезглавливание Украины как политической, как страны, то есть это, по сути, речи о президенте, о правительстве. И это не сработало. И мне кажется, это был очень большой просчет военных, которые ориентировали Путина и принималось решение, им лично принималось решение о начале войны. Так вот, сегодня мы видим, что действительно и по тем данным, которые наша разведка дает, и разведки западных стран также передают, мы видим, что военные задачи, тактика этих военных задач, она не получается у них сделать то, что они хотят так быстро. То есть сопротивляемость высокая, украинская армия продолжает воевать, украинские люди не встречают, как Россия думала, с хлебом, с солью российского оккупанта по всем регионам Украины, потому что думали, что они смогут опираться на местное население, создавать так называемые народные республики, и люди будут кидаться в ноги и благодарить Путина за то, что он пришел спасать их, якобы от фашистов в Киеве, но ничего этого не происходит. И, конечно, для них стало шоком, что эта операция не происходила за три дня, а за этот месяц мир дает беспрецедентный отпор, закрывается небо, самолеты российские не могут никуда летать, международный бизнес, сотни компаний мировых, известных всем, выходят из российских рынков, страны объявляют эмбарго на нефть, на газ, на энергетику, на металлы, на минералы, то есть SWIFT, уже семь банков есть, и таких пошаговых действий, их очень много, и волна еще наверняка не дошла до пика своей высоты. Вот эта изоляция Российской Федерации тоже влияет очень сильно на дух российской армии, который, по сути, сломлен, и на состояние людей, которые живут в Российской Федерации, и вот я считаю, что самым большим преступлением это когда Путин, по сути, подверг 140-миллионное население своей страны, вот это подвел под черту этих преступлений. И, конечно, мы, когда апеллируем к Российской Федерации, мы разделяем, во-первых, Путина и граждан Российской Федерации, среди которых есть очень много сопереживающих и пытающихся помочь, и мы видим, как тысячи людей сажают в тюрьму просто потому, что они выходят на мирные протесты. Конечно, это вопрос вот этих преступлений. Ну и тут нужно еще сказать о том, что, к сожалению, вот наша попытка анализировать, поскольку по тем данным, которые Российская Федерация озвучивает, более 70% населения поддерживают эти преступления. и вот эти ликующие постеры, ликующие картинки с российских телеэкранов. Тут, во-первых, сложно понять, настолько так ли это, но с другой стороны, мне кажется, что потенциал российского населения еще не исчерпан, и мы призываем граждан Российской Федерации, сознательных, которые думают о своем будущем, не слушать фейк-ньюс, а смотреть на твиттеры, на фотографии и на видео международных журналистов, которые очень четко показывают, что происходит в Украине, что это не Netflix-декорации, и не фильмы ужасов, что это реальность страны, которая находится по соседству, и страны связи родственные, с которой очень-очень высокие. Я завершаю тему переговоров с российской стороной, хочу сказать, я, наверное, вас немного удивлю, но я родился и вырос в городе Мариуполь, и половина моей семьи сейчас находится там, причем со 2 марта мы не имеем никакой с ней связи, то есть я это проживаю сейчас и пропускаю через себя, то есть я, несмотря на то, что я нахожусь на Ближнем Востоке, для меня это такая же трагедия, как и для всего украинского народа. И я вас хочу спросить, может ли на переговорах обсуждаться тема, скажем так, какого-то частичного оставления территории Украины, России, для того, чтобы прекратить эту войну? Вопрос территориальной целостности это один из, наверное, самых сложных вопросов, которые проговариваются в блоке вопросов на переговорных треках, их несколько. Опять вот у нас была информация о том, что президент Украины заявлял, что некие вопросы могут быть принесены на референдум. Мы пока не уточняем, какие это могут быть вопросы, поскольку это все сейчас очень в таком сыром формате, да, это проговаривается, это обговаривается, но нет понимания, насколько будет у этого всего продолжение, поэтому тут, смотрите, так попробую дипломатично выразиться. Потенциал переговоров, он все еще есть, и Украина, она, поскольку мы являемся заинтересованной стороной, и мы хотим прекратить эту войну, продолжает этот потенциал исчерпывать. Но мы считаем, что есть некие вещи, которые носят очень принципиальный характер, и уступая в этих принципиальных вопросах, это значит, нарушается вообще логика сосуществования стран, и международного права, и международных отношений как принципа, как ценности. Поэтому в таких вопросах сложно говорить про компромиссы, и мы понимаем, что Российская Федерация явно хочет достичь этих результатов или компромиссов, если можно так сказать, за счет жизненно важных интересов Украины. Но тут очень важно понимать, что не только жизненно важные интересы Украины, это касается всех, потому что, если мы позволим этому случиться здесь, ну, по тем или иным причинам, это будет экстраполироваться на другие регионы, и это будет сигнал всем диктаторам, а их немало в мире, что такие вещи возможны. Поэтому, говоря о переговорах, может ли такое быть, я считаю, что это слабовероятно, ибо есть некие принципы. И украинское общество, украинская армия показала, что мы готовы воевать за эти принципы. И когда мы говорим, что мы воюем не только за Украину, это не патетика. Это в прямом смысле так. Мы воюем за эти принципы, которые касаются всех нас как человечества, как экосистемы, да, международной. Поэтому тут пока говорить о конкретных вещах и деталях сложно, но этот потенциал все еще продолжает нам быть активно, ну, активно работаем над возможностями. Спасибо. Теперь я хочу об Израиле с вами поговорить. Значит, выступление президента Украины Владимира Зеленского, которое было перед депутатами Кнессета, и которое предварялось скандалом и достаточно неуважительным отношением к этому предложению, в конечном итоге транслировалось и в центре нашей страны, на больших экранах, и перед этим был большой митинг в поддержку нашей страны. Это выступление нам дало понимание более точное, как видят наши отношения и что хотят от нас наши украинские друзья. Я сейчас хочу процитировать министра иностранных дел нашей страны. Он сказал, Израиль не станет путем для обхода санкций, которые Запад ввел в отношения России. Это было сделано в Братиславе. У меня к вам вопрос, даже два вопроса, скажем так. Первый, насколько такое заявление удовлетворяет Украину и чего хочет Украина от Израиля в программе «Максимум» с точки зрения помощи и поддержки? Я думаю, что программа «Максимум» или та программа, на которую опирается Украина, была озвучена президентом во время его выступления перед Кнессетом. Я понимаю, что некие чувствительные реакции, которые мы видели после этого выступления, они во многом связаны, как мне кажется, с этим ложным нарративом, в котором мы все жили десятки лет, об истории моей страны, о тех событиях, которые происходили в Украине. Вот мне кажется, я хочу коснуться этой темы, она чувствительная в наших отношениях, но скажу вам, как крымская татарка, семья которой переживала депортацию и имея друзей, семьи которых переживали голодомор, и понимаю, что есть некая общая боль холокоста, голодомора и депортации. Я ни в коем случае не сравниваю эти трагедии, но считаю, что народы, которые переживали подобные трагедии, они на национальном, на коллективном уровне не способны к таким геноцидам самостоятельно. Так вот, если возвращаться о том, вот я читала, что была полемика между министром внутренних дел вашим и господином Элькином, о том, как трактуются события в 30-х годах прошлого века и о том, что на западной части украинцы убивали евреев. Действительно, никто сейчас не отрицает этих фактов, но можно ли накладывать коллективную ответственность по сути того, что делала группа людей и это не являлась общей идеологией всей страны и эти люди совершали это как экзекьюторы, как исполнители по сути фашистской идеологии. Можно ли сегодня накладывать эту ответственность на всех и говорить, что Украина это совершала? Мне кажется, это достаточно не то, чтобы нелогично, очень узкий спектр видения и Украина неоднократно официально высказывала о том, что мы против Холокоста и Украина вместе с еврейским народом скорбит и события Бабиного Яра, которые каждый год на самом высоком государственном уровне отмечаются, оплакиваются и когда есть еврейская община в Украине очень сильная и когда у нас по сути нет, если смотреть на статистику, так скажем дискриминации так вот ее нет поэтому тот нацизм и фашизм которые нам пытаются приписать в том числе в контексте исторического прошлого и современности мне кажется это чистейшая манипуляция и сегодня когда официальные представители государства Израиль или люди следуют вот этим ложным нарративам которые еще с советских времен тогда коммунистическая Россия сегодня путинская Россия пытается формировать с тем чтобы как бы свои политические цели достигать это достаточно узкое видение ну и на сегодня говоря об Израиле мы конечно ценим усилия и премьер-министра Беннета и усилия государства Израиля попытки выполнять последническую функцию она наверняка тоже усложняется опять-таки достаточно принципиальные позиции Российской Федерации готовность ее идти на уступки можно так сказать да или даже не уступки а как бы разговаривать на языком международного права и по поводу плана максимума важное заявление было сказано министром лапидом о том что мы не позволим обходить санкции потому что Израиль действительно одна из стран которую Российская Федерация пытается использовать как лазейка чтобы обходить финансовые санкции и для нас это заявление крайне важно но также мы считаем что не все из арсенала возможного Израилем применено ну и по сути это речь идет о вооружениях которые необходимы Украине я скажу что это защитное вооружение да defensive not offensive то есть это не вооружение для нападения а вооружение для защиты и скажу что Украина пользуется сегодня по сути правом на самозащиту и поскольку мы действительно в очень разных весовых категориях мы понимаем что для того чтобы побеждать этой войне которую мы не провоцировали и жертвой которой мы являемся нам необходимо это вооружение поэтому здесь весь спектр это изоляция Российской Федерации это понимание что такое Российская Федерация сегодня это публичность в этом вопросе это не попытка спрятать голову в песок и сделать вид что этого не происходит это публичное порицание этих преступлений это все является элементами важных для нас дипломатических усилий или усилий стран в поддержку моей страны хорошо и вот этот вот момент еще неделю назад я знаю что украинское правительство рассматривало возможность ответной отмены безвизового режима для граждан Израиля потому что у нас здесь ввели квоту и у нас здесь ввели в том числе необходимость регистрироваться перед полетом перед приездом в Израиль насколько сегодня эта тема на повестке дня или пока не до этого ну конечно это решение не является дружественным решением мы понимаем что в условиях когда украинцы и украинцам дают прибежище и пристанище очень многие страны и когда государство Израиль вводит по сути визовый режим не имея его до это по сути ограничение таких возможностей для тех украинцев которые бы хотели или возможно могли бы приехать в Израиль по разным причинам это мы трактуем как шаг который не может быть интерпретирован как дружественный и это конечно тоже что мы обсуждаем на разных уровнях и наш посол очень активно доводит позицию нашей страны и до министерства иностранных дел и до всех других органов но сегодня в принципе мы видим динамику от того когда начиналась война 24 февраля и до того какие сейчас заявления как минимум есть так вот динамика в общем и целом позитивная ну и плюс мы понимаем что ну точнее при всем понимании международной конъюнктуры в которой находится Израиль и вопросы Ирана и вопросы угроз связанных с Ираном и вопросы договоренностей с Российской Федерацией да по каким-то жизненно важным вопросам связанным с Израилем так вот мы считаем что тут тоже не всегда можно занимать балансирующую позицию потому что Иран и Российская Федерация это страны-союзники по сути сегодня и в вопросах ВПК военно-промышленного комплекса и вот тут наверное нужно честно отвечать насколько у нас нет иллюзии да у нас я не веду мирового сообщества о том что можно договориться с Россией о том что можно ожидать некого баланса от России и вот вот это вопросы которые наверняка израильская дипломатия должна оставить себе и максимально честно на них отвечать очень хорошо что вы это затронули я хочу вас спросить а насколько актуально на повестке дня тема миротворческих войск НАТО на территории Украины вот сейчас рассматривается вообще ли эта тема и заинтересована ли Украина в присутствии таких войск сил мы заинтересованы в нашей безопасности мы заинтересованы в гарантиях этой безопасности мы неоднократно говорили о том что Будапештский меморандум 1994 года который подписывался по сути в обмен на акт доброй воли Украины отказаться от ядерного потенциала он не сработал и в НАТО сегодня отсутствует консенсус по тому нашему желанию быть частью этого альянса так вот во всех этих условиях когда мы по сути достаточно патовой ситуации единственное чего мы хотим мы хотим понимание нашей безопасности мы хотим чтобы Российская Федерация вышвырнулась из нашей страны со всеми своими солдатами и военным вооружением и мы хотим понимать какие у нас гарантии безопасности и сегодня проговаривается формат действительно что есть то что мы предлагаем это ПИФАЙФ это 5 постоянных членов организации объединенных наций плюс Турция и Германия могли бы быть тем форматом стран гарантеров нашей безопасности и по принципу статьи 5 статута НАТО что в случае если на Украину производится акт агрессии остальные страны обязаны защитить Украину военным способом в том числе этот формат проговаривается опять-таки сложно сейчас говорить о результатах это на этом этапе времени на этом этапе переговоров очень сложно говорить о деталях о том насколько это возможно или невозможно потому что все очень зыбко и хрупко и вот вопросы гарантии безопасности для нас являются ключевыми насколько они возможны снова таки сложно сказать получится или не получится но по НАТО дискурс и президент не раз говорил о том что когда у нас есть когда отсутствует консенсус по вопросу принятия Украины в НАТО когда нужно искать новую формулу гарантирования безопасности Украины хорошо спасибо и мы все внимательно следим за северо-западной границей где со стороны Беларуси сосредоточено уже порядка пяти тысяч личного состава военных и техники и есть ли у вашего ведомства какие-то контакты с белорусским МИДом наш посол бомбит МИД Беларуси нотами по каждому факту когда территория Беларуси была использована для бомбежки Украины когда российская армия получала и получает больное мне сложно некоторые слова переводить на русский язык топливо для своих военных машин когда территория Беларуси производится военные действия конечно все это мы отслеживаем наш посол непременно реагирует на это по дипломатическим каналам недавно несколько дней назад белорусские дипломаты покинули Киев многие эксперты стали говорить о том что наверное сейчас Беларусь уже войдет и будет вместе с российской армией направлять солдат на территорию Украины конечно мы не исключаем этой возможности на сегодня нами не было зафиксировано среди военных которые попадают в плен или которые умирают тут российские военные мы не зафиксировали факт того что были белорусские военные но конечно возможность их вовлечения мы не исключаем опять-таки подозреваю что российская федерация и зная как российская федерация вообще в принципе выстраивает взаимоотношения со всеми другими странами особенно странами зависимыми и мы понимаем что Лукашенко в принципе во многом зависим сейчас от Путина и помним протесты как они жестко подавили протесты гражданского общества когда Лукашенко удержался за свое кресло если так можно сказать во многом опираясь на поддержку Путина и сегодня это все используется против белорусского населения и народа Беларуси что оппозиция Беларуси сегодня тоже активно проводит параллели я выступала на одном из форумов где выступала госпожа Тихановская она говорила о том что невозможно рассматривать сегодня то что происходит в Беларуси в Украине как раз контексты разные это все продолжение одного преступления по сути мы понимаем что для нас очаг всего это Российская Федерация так вот Российская Федерация пытается подвести Беларусь к участию не просто посредничеством территории а и людей вот в этом вот в этом вот в этой войне и конечно мы готовы и будем реагировать надлежащим способом уже вы знаете что в отношении Беларуси ряд стран вели санкции и как только Беларусь и если Беларусь войдет в эту авантюру то эти санкции будут жестче и последствия для народа Беларуси будут тоже очень жесткие я к тому же сегодня слушал выступление руководителя Ровенской области он сказал о том что там тоже все готовы и ждут если вдруг войдут тем более там и болото и леса поэтому не поздоровится судя по всему если будет такая совершена попытка глупая как минимум конечно смотрите уже по нашим оценкам уже более 15 тысяч солдат российских убиты на территории Украины столько же грузительно ранены это те потери которые Российская Федерация не только не ожидала но и которые пытаются скрыть например крематориями которые они привозят или братскими могилами которые они где они хоронят своих солдат когда мамы этих мужчин мальчиков потому что из них есть призывники очень молодые они просто не знают что с их сыновьями либо они либо обезвести пропавшие у них или уже убитые или например у нас есть около тысячи пленных так вот Российская Федерация перекрывает информацию об этих пленных и президент наш и официальные лица говорили что если вы хотите узнать информацию про ваших сыновей обращайтесь к Украине и у нас даже ресурс онлайн ресурс где можно найти эту информацию про пленных солдат мы вчера кстати в редакции составили примерный список убитых старших и младших офицеров Российской Армии он потрясает конечно потому что 6 генералов включая зам командующего Черноморского флота и по статистике я проверил просто в Соединенных Штатах Америки за 50 лет погибло всего 2 генерала а здесь за 28 дней 6 то есть это говорит о полном хаосе и отсутствии руководства этой армии но я не буду сейчас комментировать я хочу только прежде чем отпустить вас заниматься вашими профессиональными делами задать еще один вопрос кстати связанный примерно с этим сегодня появилась информация о том что и в принципе она как бы информация которая проанализировала последние дни из публичного пространства пропало все руководство российской армии специальных служб то есть нет Шойгу нет Нарышкина Бортникова нет экономистов нет министров в отличие от России украинская страна представлена ежедневными выступлениями президента выступает и пишет ваш шеф постоянно министр странных дел премьер-министр замминистра обороны советники вот вы сейчас нам даете обширное интервью такое означает ли это полную победу информационную украинской стороны или в Кремле совсем все идет не по плану и то и другое это не взаимоисключающие факторы мне кажется действительно информационную Украина опережает смотрите Российская Федерация нет ни одной страны в мире которая бы вкладывала такие огромные финансовые человеческие ресурсы для своей пропаганды это происходило с 14 года мы это все отслеживаем это без прецедентного масштаба активные действия попытка гибридными способами прикрывать свои преступления и нести свои ложные нарративы задача этой пропаганды не классическая геббельцевская пропаганда заставить вас думать что вода это не вода а вино например а заставить вас сомневаться вообще в принципе в источниках информации поглотить в такое хаотическое состояние когда ты теряешь доверие к каким-либо источникам информации это все российская федерация чтобы реализовывать вкладывала миллиарды долларов но вот тот ресурс который они вложили точно не имеет того результата на который они рассчитывали потому что даже в этих событиях даже в попытке их прикрывать свои преступления какими-то там красивыми формами как они это умеют делать очень креативно я как сказала они все ничтожны потому что никто не верит российская федерация российская федерация себя дискредитировала как общество как страна как партнер и поэтому информационную войну Украина вместе с западными партнерами с цивилизованными партнерами точно побеждает Уважаемые имены я хочу вас благодарить за это время что вы уделили израильской русскоязычной радиостанции мы искренне желаем вам сил и хороших новостей вам я имею ввиду украинскому народу стране дело ваше правое и мы здесь как бы там ни было поддерживаем вас всей душой Вы знаете я когда была в Юрисолиме это был мой первый визит это было немножечко незадолго до того как началась война и тогда если бы кто-то сказал что я буду выступать в вашем эфире и это будут военные обстоятельства я бы в жизни не поверила но однако я выучила для себя одну очень важную фразу которую повторяю поскольку я родом из Крыма и мой народ был депортирован в 44-м году и крымские отары половина крымских отар умерла в результате этого акта геноцида и мы действительно физически выживаем по сей день потому что нас ну как бы у нас мы в меньшинстве и только после развала Советского Союза мы имели возможность вернуться на родину и сегодня многие крымские отары которые выехали после оккупации 14-го года говорят фразу до встречи в Бахчисарай Бахчисарай это столица Крымского ханства так вот я ее выучила на иврите Лешана Баба Бахчисарай и очень часто ее проговариваю своим друзьям и это мотта того что делаю я каждый день потому что я очень хочу вернуться домой так же как и еврейский народ приобрел свою государственность и вернулся в Иерусалим до мурашек вы сейчас сказали я искренне желаю это Украине потому что я там родился вырос и сердце у меня сейчас пополам разорвано благодаря моему городу но самый очаровательный первый заместитель министра странных дел Украины именно Джапарова дала нам интервью спасибо вам и только хорошие новости Литраут до свидания до свидания